Пейнтболисты пермского файтера вновь стали чемпионами России. Главный турнир сезона наша команда выиграла в столице. За титул боролись 11 коллективов и большая часть из них представляла Москву. Мы единственная команда, я уже говорил, которая за МКАДом вообще есть в ПРО. То есть в профессиональном дивизионе, вернее в верхнем, да, там у нас нет таких названий, Суперлига или еще что-нибудь, да, которая может выигрывать, ну не каждый турнир, но все-таки основные турниры, основной чемпионат мы у них вырвали у москвичей, которых играют, хотя это российские команды, но в таком же уже варианте, как футбол, баскетбол, хоккей, иностранцы. Есть All Russian команда, очень хорошая, сильная, на международном уровне, ну там и немец, и американец, и чех, и швед. По ходу турнира файтер встретился с четырьмя чемпионами страны разных лет. Лишь с одним из них пермякам справиться не удалось. Это столичная команда ГРАД. Все остальные были повержены, в том числе московский клуб Фристайл, с которым наши встретились в решающем поединке. Уже усталость была, это уже такая, достаточно поздний вечер был. Ошибки пошли опять, то есть мы нарушения получали. Играли хорошо, но были штрафные баллы, когда удаляют игроков. И одна встреча была, у нас даже мы четвером выходили, но что было очень приятно, мы четвером против пятерки вышли и выиграли. Финал файтер оставил за собой со счетом 4-2, и стал уже четырехкратным чемпионом страны по пейнтболу. Причем впервые сделал это на столичной площадке. Все игроки пермской команды выполнили на этом турнире норматив мастера спорта. Некоторые уже далеко не в первый раз. Женщины находятся в гораздо более выгодном положении, чем мужчины. Для них существует больше запретов. Известное высказывание Оскара Уайльда не теряет актуальности во многих сферах и по сей день. Несмотря на все усилия феминисток, женщин среди милиционеров или водителей автобусов, к примеру, гораздо меньше, чем мужчин. Нечасто встретишь женщину хоккейного арбитра, но в Перми это возможно. Яна Зуева судит хоккейные матчи уже не первый год. Маленькая играла во дворе, а потом просто надоело играть, потому что никаких продвижений не было. Из-за этого закончила, потом уже предложили играть из-за этого. То есть судить предложили, я прихожу, сужу, и это постепенно. Понравилось судейство. Все дальше, продвижение пошло. Сейчас Яна судит массу различных турниров. От первенства России среди юношей до женского чемпионата России. Во всех турнирах есть свои особенности, но больше нравится работать с начинающими хоккеистами. Их баталии судить сложно и в то же время интересно. Они больше ошибаются, на их ошибках учишься. Большое время, которое выше уровень, он лучше. Там уже видно эти ошибки, а на малышах, там ищешь эти ошибки, они больше нарушают. И постепенно от них какие-то моменты. Планы у Яны амбициозные. Работать на матчах уровня чемпионата мира и Олимпийских игр. К осуществлению своей мечты она идет уверенно. На днях Яна вернулась из Дмитрова, где обслуживала международный турнир четырех. Среди женских сборных. Швеции, Финляндии, Германии и России. Специалисты отметили работу Зуевой и признали ее лучшим арбитром соревнований. Олег Романов, телевизионная служба новостей.